МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В эфире программа «Главные итоги» в студии Я, Нарен Айеп. На уходящей неделе президент Диенбека во время встречи высокого уровня по финансированию развития в эпоху коронавируса и после него в прошедшей формате видеоконференции, предложил провести глубокую реструктуризацию внешнего долга, в том числе и перед многосторонними кредиторами. В форуме приняли участие главы государств, международных организаций, финансовых институтов и Генсек ООН Гутерреш. Вице-премьер Асран Диев заявил во время онлайн-саммита глав правительств СНГ, что транзит грузоперевозок между странами-участницами не должен прерываться из-за карантина. Правительство Южной Кореи выделило Кронстану 300 тысяч долларов для борьбы с коронавирусом. ЮНИСЕФ и Азиатский банк развития передали стране медицинское оборудование. Республиканская инфекционная больница закрылась на обсервацию, так как 19 ее сотрудников сами заразились коронавирусом. Председатель Национального банка Абдегулов сообщил, что в связи с эпидемией реструктурированы условия более чем 114 тысяч кредитов на общую сумму 65 миллиардов 300 миллионов сомов. С завтрашнего дня на работу выходят все сотрудники министерств и ведомств. Первый вице-премьер Боронов сообщил, что все чаще выявляются факты, когда инфицированными оказываются граждане, не имевшие прямых контактов с зараженными. По рекомендации Республиканского штаба по коронавирусу сменились медицинские руководители Нарынской области. На роженец, которые ушли из роддома, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, в Нарыне возбудили уголовные дела. Депутат Бишкекского горсовета Иргешев заявил, что сотрудников дошкольных организаций заставляют сейчас приобретать со складов детских садов продукты, которые были завезены туда до 20 марта, когда детсады были закрыты на карантин. От коронавируса в 70 лет скончался экс-спикер Джоларко Генеша Мукар Челпунбаев. У него было несколько сопутствующих заболеваний. На Кыргызско-Таджикской границе в Батинской области вновь произошла перестрелка между пограничниками. Стороны обвиняют друг друга. Российский министр иностранных дел Лавров заявил, что Москва готова стать посредником в регулировании пограничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном. МВД сообщил, что в мае в Польше была задержана сестра Садыра Дяпарова Райкуль Дяпарова, которая была заочно признана виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса и объявлена в розыск по линии Интерпола. Президент Диенбека вернул в парламент законопроект о льготном налогообложении импорта зерна в Кыргызстан. Депутаты, которые всего месяц назад приняли этот закон, согласились с возражениями президента. Минфин сообщил, что от выпуска государственных ценных бумаг с начала года бюджет поступило около 3 миллиардов 700 миллионов сомов. Финпол выявил коррупционную схему в госдирекции автодороги Бишкек-Ош и задержал трех ее сотрудников. ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении главы муниципального предприятия «Городские парки» Каличи Умралиевой по заявлению предпринимателя Таджибаева. На Иссыкуле задержали главу правозащитной организации «Вентус» Камиля Рузиева по обвинениям в подделке документов и мошенничестве. Один из лидеров движения Чонгазат Канат Хасанов побывал на допросе в следственной службе МВД по заявлению депутата Куанчбека Чумалиева. По делу о незаконной продаже частот в качестве свидетеля допросили и главу госком связи Достана Догоева. Депутат Джорубаев сообщил на заседании фракции Кыргызстан, что ГКНБ расследует несколько уголовных дел по субъектам СЭС Бишкек. Дело девушки, матерившейся 13 апреля в разговоре с милицейским патрулем, передали в суд. Ей грозит штраф до 220 тысяч сомов или лишение свободы до 2,5 лет. Депутат Достан Бекешев потребовал в парламенте, чтобы российские телеканалы РТР «Планета» и Первый канал вывели из социального пакета мультиплексов, так как из всех зарубежных телеканалов только они не платят за ретрансляцию. Президент Диенбека в рамках поездки в Чуйскую область посетил фармацевтический завод «Биовид» в Соколовском районе. Стало известно, что уголовное дело в отношении блогера Автандила Дюробекова, открытое в ноябре за разжигание межрегиональной розни, прекратили. Омбудсмен Токон Мамытов посетил СИЗО ГКНБ и встретился с некоторыми заключенными, выслушав их жалобы на условия содержания. Ректор Ожского университета Ходжубеков и генконсул России Свистин заложили в Аше капсулу фундамент здания филиала МГУ. Министр культуры Джаман Гулов сообщил в парламенте, что пропавшие подлинники картин из Музея изобразительных искусств во время директорства Юриста Омбека Шигаева не найдены. В школах страны вчера в режиме онлайн прозвучал последний звонок. А для сегодняшней программы мы отобрали следующие события. В стране не хватает средств ни на обсервацию, ни на лечение, ни на массовое тестирование. Премьер-министра обвиняют в причастности к коррупции при продаже радиочастот. Активисты движения Чонгазат намереваются стать депутатами парламента. 30-летний юбилей ДДК прошел в стране без особых торжеств или конференций. Политических партий в классическом понимании в Кыргызстане не было и нет. Атамбай виноват в том, что или сам стрелял, или отдал свою снайперскую винтовку кому-то пострелять. Минсоцтруда предлагает принимать на работу инвалидов без конкурса. Интервью с Кулерой Куватовой. Сегодня отмечается Всемирный день без табака. Но крыганский бизнес от этого не в восторге. Количество зараженных новым коронавирусом в Кыргызстане уже приближается к 1800. Число умерших – 16. Выздоровело более тысячи. Среди инфицированных доля медицинских работников составляет сейчас около 20%. А были дни, когда эта цифра достигала 26%. Их число снизилось в последние дни за счет увеличения количества зараженных среди населения. Есть много случаев, когда людей на обсервации не держат положенные две недели или больше, а через даже пару дней отпускают. Другой проблемой является то, что у Кыргызстана нет собственных тестов. Ни ПЦР, ни на антитела. Причем страна не имеет средств на их покупку, поэтому выпрашивает их как гуманитарную помощь. Поэтому новые зараженные появляются не тогда, когда они действительно заразились, а когда была проверена кровь, которую граждане когда-то сдали. Это называется «на дворе 21 век». В Испании, например, в городке Торихон-де-Ардос под Мадридом местные власти сами решили проверить все 130 тысяч жителей городка. А деньги на это появились после того, как были отменены все городские праздники до конца года. Это один из первых массовых тестов в автономном сообществе «Мадрид». Разрешение на проведение таких исследований запросили еще 10 муниципалитетов. Свои результаты граждане смогут узнать в течение 48 часов, но общие выводы обещают представить не раньше следующей недели. В Кыргызстане тоже многие праздники и юбилеи отменены, но дополнительных средств от этого не появляется. Более того, власти обвиняются в том, что могли бы получить миллиардные средства за счет продажи радиочастот для сотовых операторов. Но правительство прогадывает, а если процедуры все-таки были соблюдены, то в условиях чрезвычайной ситуации такие процедуры надо менять, а не прикрываться бюрократией. Более подробно в сюжете Андрея Токомбаева. Уход премьер-министра Мухаммед Калыя Абылгазиева в краткосрочный отпуск связан с коррупционным скандалом вокруг продажи одной полосы радиочастот Государственным агентством связи. Ранее по факту сделки было заведено уголовное дело. В рамках досудебных мероприятий, которые начались 7 апреля, 12 мая ГКНБ задержал экс-директора Госагентства Наталью Черногубову до 12 июля. 20 мая депутат парламента Джана Ракаев сделал заявление, что к факту коррупции может быть причастен сам глава правительства. Тот публично опроверг слова парламентария, а в минувшую среду взял отпуск, чтобы не влиять на ход досудебного расследования. По версии следствия, бывшая директор ГАЗ Черногубова вступила в сговор с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологии связи. Она переоформила лицензию на одного из операторов сотовой связи, нарушив при этом закон о лицензировании. Официальный представитель Генпрокуратуры Наргиза Куватова сообщила средствам массоинформации следующее. Руководство Государственного агентства связи в сговоре с одним из сотовых операторов и соответственными лицами Государственного комитета технологии и связи в нарушении действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформила лицензию операторов в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. Черногуба уназначили директором агентства в 2019 году. Поводом для сделки стала модернизация систем сотовой связи и вот что она говорила в эфире одного из телеканалов, рассказывая об устаревших технологиях сотовой телефонии в сельской глубинке. Те населенные пункты, которые покрыты, они покрыты технологией стандарта 2G. То есть это голосовая связь. Почему? Потому что изначальное преимущество ставилось именно на этот стандарт для того, чтобы все наши жители во всех регионах имели доступ к связи. Сейчас Государственное агентство работает над тем, чтобы уже умощнять технологии и переводить их из стандарта в 2G, а в стандарте 4G. Одним из эпизодов кампании по такому умощнению стала, по версии следствия, незаконная сделка. По сведениям депутата Каныбека и Монолива, полоса чистоты продана по фантастически низкой цене – 700 сонов. 15 мая, выступая на заседании парламентской фракции «Атамикен», он назвал сумму, в которую обычно обходится подобная покупка. Российский миллиардер Зимин говорил, что он в 1996 году заплатил компании «Билайн» 5 миллионов долларов за выделение ему 800 МГц, а у нас 207 МГц отдали за 700 сомов. Частота дороже золота. Сейчас сделка по продаже частот является наиболее коррумпированной сферой бизнеса в области коммуникации, сказал в четверг депутат в интервью пятому каналу. По словам депутата, в настоящее время в стране 3,5 сотовых компаний охватывают диапазон приблизительно 800 тысяч МГц. По мнению ряда экспертов, частотами в большинстве случаев пользуются операторы сотовой связи, и они всегда заинтересованы в их покупке. В начале недели этот вопрос обсуждался в Джугуркукинише. Вот что сказал в ходе обсуждения один из членов парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. Частоты выдаются только через тендеры, конкурсным путем. Они не должны передаваться между собой или третьим лицам. В Кыргызстане частоту выдают одной компании. Потом эта компания объявляется банкротом и продается вместе с частотой. Самая высокая коррупция была и остается в этой отрасли. При грамотной работе и умелом управлении государство получило бы миллиардные доходы в этой сфере. Продавая частоты, мы получили бы больше доходов, чем от кумтора. Как уверен народный избранник, без разрешения премьер-министра частоты в стране не выдают. Глава Кабмина обычно санкционирует Госкомитет технологий и связи на проведение тендера по продаже частот. Без распоряжения премьер-министра это невозможно, считает Мамбеков. Такое же мнение высказал 20 мая другой депутат Джанар Акаев. По данным, которые у нас есть, кроме экс-главы Госагентства связи Натальи Черногубовой, содержаны еще два сотрудника ГКНБ. Один из них – начальник управления. А сотрудников аппарата правительства сейчас допрашивают сотрудники спецслужб. Сейчас идет речь об ущербе на большую сумму. Премьер-министр Мухаммед Калыя Абулгазиев должен доказать свою непричастность к этому. А если премьер имеет к этому отношение, то в ближайшее время должен ответить. А вот возражения Мухаммед Калыя Абулгазиева, сделаны им во время его заявления об уходе в краткосрочный отпуск. В стенах Джорко Кенеши прозвучала критика в адрес правительства и премьер-министра в связи с уголовным делом, касающимся продления и переоформления радиочастотных ресурсов и призыва доказать свою невиновность. «Хочу подчеркнуть, что я изначально выступал в защиту экономических интересов государства и за продажу частот только на открытых аукционах, на изъятие у обладателя лицензии, которые не соответствуют требованиям законодательства, во избежание обвинения в оказании какого-либо давления на ход следствия, а также в целях беспристрастного его проведения, считаю необходимым взять краткосрочный трудовой отпуск». Госкомитет технологий связи за одержание экс-директора пока не комментирует. В пресс-службе ведомства корреспонденту Пятого сказали, что ведется следствие, и потому говорить об этом они не вправе. В среду в интервью телеканалу ветеран службы связи Буркан Джумабаев отметил, что во всем мире частоты продаются через аукционы, а в Кыргызстане такая продажа обычно осуществляется по весьма низкой цене. «Почти даром», — сказал собеседник телеканала, вспомнив случай искусственного банкротства компании «Актел». Государственное агентство связи вместо того, чтобы через, пусть даже судебные расследования, через решение суда вернуть себе чистоту, то есть имущество государства, на очень большие суммы, он, ГАЗ, заключает в 2015 году мировое соглашение СОСО «Актел», СОСО «Семмобайл» и ГАЗ. При этом заведомо невыгодны для государства. Ветеран службы связи уверен, что при тщательной проверке компетентные органы могут найти в этой сфере немало и других нарушений. «Не имею права назвать какие-то должностные лица, фамилии, но думаю, расследование, если пойдет должным образом, никто не будет чинить препятствия, то последствия могут быть очень серьезные. Расследование может привести, и я не удивлюсь к этому, кабинеты высоких должностных лиц». Как убежден Джумабаев, поскольку чистота является таким же национальным достоянием, как, например, недра или вода, в случае банкротства компании этот ресурс необходимо возвращать государству. «Прежде всего я хотел бы напомнить, что чистота, частоты – это государственное имущество. Принадлежит государству точно так же, как земля, вода, водные ресурсы, недра и так далее. Поэтому частотами может распоряжаться только государство и государственные органы, которым передает эти функции само государство». По словам ветерана, это не первый скандал в стране, связанный с продажей частот. «Это не первый случай. В 2016 году в декабре Нуртелеком или торговая марка О купила право аренды частотного спектра 5 МГц за почти 300 миллионов сон. 298 с чем-то миллионов сон. В то же время Государственное агентство связи отдал второй такой же спектр за тысячу сон». Продолжая тему радиочастот как национального достояния, Джумабаев предположил, какая прибыль могла бы поступить в госбюджет от сделки, если бы она была совершена законно. «Пандемия остановила многие предприятия, предприниматели терпят убытки, банкротство у них появляется, признаки банкротства. Но в это время чистота могла бы принести государству примерно 20 миллионов долларов». В дни пандемии, когда страна нуждается в деньгах, сам факт такой сделки свидетельствует. Некоторым госчиновникам забота о своем кармане настолько мешает заботиться о государстве, что делает их неадекватными нынешней ситуации. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, 5 канал, главные итоги. «Неадекват» тянется еще с советских времен, когда для таких людей существовал даже специальный термин «несуны». Все, что не так лежало у государства, уносилось домой, на дачу, а потом и в коммерческие структуры. И даже через 30 лет независимости государство не становится для нас родным. Мы все время норовим что-то у него украсть, унести, перераспределить, паразитируя на теле общества и бюджета. Однако новое поколение несунов все же уже меняет объекты своего внимания и переключается на тех, кто раньше унес. У большевиков это называлось экспроприация экспроприаторов, но сейчас убиваются сразу два зайца. И популярность среди деградировавшего населения завоевывается, и избирательные фонды можно пополнить за счет жертв. И если сто лет назад такие частильщики напрямую рвались к власти, то сейчас в стартовой или перевалочной площадке становится парламент, где можно отсидеться, набраться связи или даже просто остаться там на пару-тройку созывов. Спасибо вам, господин Джумалеев. Мы рады, что все-таки вы решились на такой шаг зайти в правое русло. Мы пойдем законным путем. Даст Бог, если все это куда-нибудь закончится, если нас народ поддержит, то, я так думаю, мы пойдем в парламент. Будем баллотироваться. Правильно? Народ потребует. Народ потребует. Мы пойдем. И мы пойдем, и мы вполне законным путем, путем выборов, мы постараемся попасть в парламент. Погоня за мандатами или откровенные марш-броски во власть не были присущи кыргызскому обществу в первые годы независимости, когда начиналась демократизация. Все думали об обществе и государстве. И именно с такими целями было создано демократическое движение Кыргызстан. 30-летний юбилей, которого мы отметили на неделе. Подробнее Андрей Токумбаев. Почти незамеченным на неделе прошел 30-летний юбилей демократического движения Кыргызстан. Его учредительный съезд состоялся в Бишкеке 25-26 мая 1990 года. Вот что сказал журналистам по случаю памятной даты один из активных участников создания движения Турсунбек Акун. Инициаторы, создатели этого движения, мы требовали, чтобы была свобода слова, чтобы были политические партии, чтобы были прерывали мнения, чтобы были общественные организации, чтобы были правозащитные организации, которые защищают права и свободу человека. Учредительный съезд проходил в здании Кыргызского драматического театра. ДДК стал тогда единственной альтернативой Компартии. И уникален был сам факт, что в республике кто-то может поступать наперекор коммунистам. Вскоре активисты движения установили неформальные отношения с демократическими силами Прибалтики, чей опыт они применили к общественно-политической ситуации в Кыргызстане, рассказывает один из активистов ДДК. В Ленинград поехал наш представитель, присоединиться к МАДА, Межрегиональной ассоциации демократической организации. Такое было по Советскому Союзу, и Прибалтика, и Кавказ, и Средняя Азия, и все республики там собрались. Прогрессивно настроенные представители интеллигенции в Бишкеке и по всей республике активно поддерживали это движение инициативу тех, кто призывал к независимости. Все это шокировало, не укладывалось в головах обывателей. Но молодежь на заре 90-х была уже к этому готова, поскольку росла на книгах ранее запрещенного Солженицына или хитах советского рока. В нашем смехе, и в наших сердцах, и в пульсации вен – перемен. Мы ждем перемен. Таковы были ожидания. Но будни страны являли собой нечто противоположное. Саму возможность каких-либо перемен исключала монополия Компартии, послушной всем указаниям Кремля. Отсутствие разнообразия в политической жизни и дотационная экономика создавали ложное чувство стабильности и комфорта. Совсем как у Иосифа Бродского. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Даже как бы море у нас есть свое. Голубая жемчужина Иссыкуль, куда до начала 90-х не ступала нога иностранца. Например, в 1989 году 80-летний кыргыз Айтовар Айджи, проживавший тогда в Австралии, решил приехать на свою историческую родину и посетить Иссыкуль. МИД Кыргызской ССР не мог получить для него разрешение на въезд из Москвы. И подобный сон квази-суверенной республики нарушила шокировавшее тогда многих слово «суверенитет». Первым это понятие ввел в местный политический обиход именно ДДК, утверждает один из его активистов Тупчубек Тургуналиев. Может быть, это самое главное. Именно ДДК принадлежит великой идее отделиться от Советского Союза и превратиться в независимое государство. Что касается независимости, то в октябре-ноябре 90-го года мы в ДДК создали проект декларации о независимости, автором которого я был, и этот проект был обсужден в парламенте. Власти декларировали советский интернационализм и приезжающим на работу из других республик, особенно из РСФСР, незамедлительно выделялись квартиры во Фрунзе и Аше. У некоторых были даже лишние квартиры, которые они сдавали местным кыргызам, не имевшим жилья. А просьбы многих жителей глубинки дать возможность переехать в столицу не рассматривались. Под конец Горбачевской перестройки терпению провинциалов пришел конец. С весны 1989 года они начали занимать земельные участки вокруг столицы без разрешения. Руководство страны попыталось их приструнить, но безуспешно. Инициировало самозахват, движение «Ашар» и многие другие объединения, которые позднее влились в ДДК, рассказывает один из участников тех событий. У меня была проблема уже где-то, я работал заместителем редактора журнала «Сельскохозяйства Киргизии». Я был бездомный, как бы, по квартирам. Я обращался в ЦК тоже, ну, нас, как бы, подавляли, чтобы этот вопрос не поднимали. Ну, где-то в марте возникает какое-то движение, что вот люди, молодежь захватывает эти участки. Борьба за свободу в Кыргызстане фактически началась с идеи о законном праве иметь у себя на родине участок земли, за возможность свободно строить себе дом, а также с призывов к социальному равенству. Ответом властей на смелые инициативы Ашара стали политические преследования его активистов. Первым подвергся гонениям один из лидеров организации Джипар Джекшеев. Тогда начались массовые манифестации активистов ДДК. Настроения и лозунги становились все более радикальными. Но политические активисты тех лет не приступали к грань, переход за которую делает радикала экстремистом. Действия кыргызской оппозиции тех лет носили ненасильственный характер. Вот что вспоминает Джумагазы Садыр Улу. Руководители ДДК не хотели политической готовки, но особа настояла. Там был Абдрахманов Талай, Чапраша Базарбаев, еще двое. И двое настояли. Мы уже в глубокой ночи, мы сидели там сейчас, где Ауца, сейчас, наверное, Верховный суд, в этом здании. Где-то за ночь мы приняли, что вот завтра с утра мы начинаем голодов. Всесильная, казалось бы, компартия все больше теряла влияние и власть. Дни ее были уже сочтены, когда к новому мышлению стали призывать кыргызстанцев многие писатели-поэты, публицисты, деятели науки и культуры. Когда речь зашла о выборе президента суверенного демократического Кыргызстана, первоначально многие были за выдвижение кандидатуры Чингиза Айтматова, рассказывает Джумагазы Садырулу. Мы тогда в голодовке требовали Айтматова, чтобы он возглавил нашу республику. Ну, потом Айтматов предложил, говорит, такой молодой, энергичный, как ее ученый, и предложил Акаева, и вот так произошла вот эта смена власти. Еще в начале 1990 года многие активисты несколько раз выходили на открытые дискуссии с тогдашним лидером Компартии Абсаматом Масалиевым, озвучивая требования политических и экономических реформ, решения проблем культуры, улучшения экологической ситуации. В результате в Кыргызстане начали набирать обороты политические силы, которые выступали против коммунистического режима. Но в отличие от некоторых других республик бывшего СССР, в Кыргызстане демонтаж советской политической системы произошел относительно мягко, почти без насилия и эксцессов. В этом, как ни странно, заслуга Компартии, считает ветеран движения, экс-питер парламента, историк и общественный деятель Зайнидин Курманов. Вот что рассказал он корреспонденту Пятого, вспоминая о том, как участвовал в учредительном съезде ДДК. Когда объявили о том, что состоится съезд, прибыли все. Прибыли даже правящая коммунистическая партия Кыргызстана, поскольку я не вдалеке сидел от секретаря ЦК по идеологии Шеремкулова. Я тогда отдал ему дань уважения, потому что он не глупый человек, далеко не глупый человек, который хорошо понимает реалии, действительность. Потому что партия же не была монолитом, там тоже были реформаторские силы. Шеремкулов стал одним из спортивных функционеров, перешедших в стан активных сторонников демократических реформ. И это был не единичный случай, а тенденция, вспоминает политолог. Шеремкулов был из тех людей, которые понимали, что время меняет все, меняется система, что идет закат политической партии. Поэтому он принял участие. И во многом это предрешило исход, что рождение демократического движения Кыргызстана не носило такой характер, как, например, в других республиках, когда их гоняли, их избивали, на митингах демонстрировали. Но, несмотря на успехи первых лет независимости, плодом демократических преобразований стало совсем не то, к чему стремились лидеры ДТК. Хотели построить свободное, сильное, процветающее государство, но в итоге живем в бедной и коррумпированной стране, сетует политик. На вопрос корреспондента, удалась ли в Кыргызстане революция 1990 года, он ответил следующее. Нет, конечно, нет. У революции было начало, но, как всегда, до конца мы не дожили, не дошли, не доползли. Потому что началась внутри групповая борьба. Тут же после провозглашения ДТК от нее начали отпочковываться наиболее амбициозные, харизматичные лидеры, которые начали создавать свои партии. Ну, так оно и должно было быть, поскольку особенность движения состоит в том, что это широкое движение без конкретных уставных, членских и прочих функций. По мнению политолога, историческая роль демократического движения Кыргызстана была в том, что оно стало не только первым шагом на пути к демократизации, но и перекрестком. Многие бывшие соратники превратились в политических оппонентов. Оно и не могло быть иначе, поскольку демократия предполагает наличие разных, подчас противоположных точек зрения, считает Курманов. И все же достигнуто главное, чего добивались лидеры ДТК. Народ преодолел страх перед властью и больше не желает жить под диктатом. Изменить это, как ни пытались, не могли несостоявшиеся диктаторы, от Акаева до Бакиева и Атамбаева. Возможно, власть учтет их уроки и последует примеру аристократа Уинстона Черчилля, который однажды с горькой иронией сказал, «Демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных», продолжив при этом развивать политическую систему, в которой лидеры живут для народа, а не наоборот. Андрей Токомбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги. И все другие организации и даже партии в те времена создавались на идейной основе с целью именно улучшения общей ситуации в стране. Потому что при засилии одной партии коммунистической шаг вправо, шаг влево и даже прыжки на месте карались. Была даже группа социал-демократов Кыргызстана, как теперь пытается переназвать себя, один из осколков СДПК. Из этой партии, созданной еще в 1993 году, за 20-25 лет медленно и планомерно были выжаты все идейные члены. Не остался ни один из семи первых сопредседателей, кроме Атамбаева. Их всех сменили водители и телохранители или пионервожаты и секретарши, которые и понятие политика-то не очень, наверное, понимают. Но когда их места решили занять сыновья узурпатора, они переполошились. Вот это уже ближе к телу и гораздо понятнее. Пресловутая борьба с семейственностью в исполнении Атамбаева привела как раз к новой семейственности. В те времена главной особенностью партии была привязанность к идеологии. Они все создавались, как на Западе, по классическому образцу. Позднее, когда появилось много бизнесменов и кланы разбогатили, эти богатые люди стали создавать партии каждый под себя. У каждого клана появилась своя партия. И идея создания политических партий по классическому образцу потерялась. Потерялись не только классические понятия, потерялись даже элементарные приличия. Адвокаты Атамбаева, давно превратившиеся в щедро оплачиваемых пиарщиков, утверждают, что их заказчик не виноват в убийстве в Койташе. Но ведь он виноват хотя бы в том, что зарегистрированное на него оружие попало в чужие руки, причем не без его ведома. А сам он бы охвалился, что стрелял сам. Более подробно в еще одном сюжете Андрея Токумбаева. Попыткой ввести общественное заблуждение назвали в Генпрокуратуре сообщение сторонников Алмазбека Атамбаева, что он не имеет отношения к смерти спецназовца Усенбека Неизбекова, погибшего в ходе штурма особняка Атамбаева в Койташе. Заместитель начальника спецподразделения Альфа, полковник Неизбеков, был застрелен 7 августа из снайперской винтовки Драгунова, принадлежавшей Атамбаеву. И по версии следствия, пуля пробила бронежилет. А вот что написал его адвокат Замир Джоошев на своей странице в Фейсбуке. На сегодняшний день в СМИ распространяется ложь о том, что Неизбеков погиб из оружия Алмазбека Атамбаева, СВД. Но это чистая ложь. Сам Атамбаев заявил 8 августа, что единственный, кто тогда стрелял с их стороны, это был он. Оружие было только у меня. Я, когда ребята пошли на третий этаж, стрелял несколько, 5-6 раз вверх. Ну, темнота. Рикошет был или попало, я не знаю. Я старался ни в какого из ребят не попадать. Ну, кто-то их все время подталкивал вперед, чтобы они шли вперед, вперед. Я сразу предупреждал, что я буду сопротивляться. Адвокат Замир Джоошев утверждает, что Неизбеков был смертельно ранен не из винтовки Драгунова, а из автомата Калашникова. И стрелял якобы неизвестный. Вот что ответили на это в Генпрокуратуре. В ходе проведенных мероприятий следствием достоверно установлено, из какого оружия Неизбеков причинены ранения, которые привели к его смерти. Как поясняют в надзорном органе, данные судмедэкспертизы следующие. По отверстиям входа и выхода пули, это пули калибра 7,62 мм и остатки пули на бронежилете и одежде Неизбекова. Содержащие свинец свидетельствуют о том, что выстрел произведен из охотничьего ружья, то есть СВД, принадлежащий Атамбаеву. Наргиза Кубатова тоже подчеркивает, что, публикуя на своей странице в фейсбуке подробности досудебного расследования, адвокат Атамбаева сам нарушает закон. Необходимо отметить установленную норму, то есть статью 160 УПК Кыргызской республики, значит, о недопустимости разглашения данных, полученных в ходе досудебного производства по уголовному делу. Как поясняют в генпрокуратуре, защитник Атамбаева получил официальное предупреждение. Был предупрежден адвокат Джошев, распространивший указанные сведения, не явившиеся до настоящего времени предметом судебного расследования. Между тем, один из членов Государственной комиссии по расследованию событий в Койташе, экс-зампредседателя ГКНБ, не столь категоричен в оценках. Ветеран спецслужб считает, что версия, выдвинутая адвокатом, требует изучения. Сотрудники действующие дают показания о том, что несколько раз они видели, что неизвестное лицо производил выстрел с двух, с пяти метров с автомата Калашникова АК-74 в сторону покойного Гусена Ниасбекова. Поэтому сегодня вопрос остается открытым и дилеммой. При этом Медедбеков не отрицает, что расследование обстоятельств убийства Ниасбекова некоторые сторонники бывшего главы государства хотят сделать предметом политических спекуляций. Ситуация по категорическим событиям, где погиб сотрудник, полковник Усен Ниасбеков, сегодня становится предметом каких-либо рассуждений и инстинувации со стороны защиты и со стороны правоохранительных и судебных органов. А по мнению другого члена комиссии, бывшего судьи Конституционного суда, саму возможность таких спекуляций создает тот факт, что процесс по делу Атамбаева не является открытым. Я считаю, что это неправильно, что весь судебный процесс по койтажским событиям, он проходит в закрытом режиме. Я предполагаю, что там могут быть какие-то моменты, которые связаны с государственными секретами, но не весь судебный процесс. И закон позволяет вот эту часть, которая связана с секретом, ее закрыть. По словам Сары Анкуловой, она и несколько других членов комиссии с самого начала ее работы настаивали на том, чтобы процесс велся открыто, с широким привлечением общественности и средств массовой информации. В самом начале я говорила о том, что необходимо этот процесс сделать открытым, чтобы общественность могла наблюдать, чтобы не оставалось никаких вопросов и чтобы судебный процесс вызывал максимальное доверие, потому что мы же понимаем, что он завершится приговором, и чтобы приговор тоже с точки зрения общественного мнения и общества, чтобы не подвергалось сомнению его справедливость и объективность. В противном случае, считает Саранкулова, процесс по делу Атамбаева будет рождать немало беспочвенных домыслов и манипуляции общественным мнением, позволяя защите и сторонникам подсудимого создать вокруг него ореол жертвы политического преследования. Но так как ныне процесс проходит закрыто, соответственно, и у общественности, и у юристов, у адвокатов возникает очень много вопросов. Впрочем, не все придерживаются такого мнения. Экс-заместитель председателя Комитета госбезопасности против. Мне кажется, один нюанс есть. Вот те сведения, которые зачастую начали выходить за рамки судебного процесса, за рамки тайны следствия на информационную пространство, это говорит о халатности, каких-то безалаберности наших отдельных правоохранительных органов. Это первое. И второе. Это создает какой-то резонансной ситуации в обществе. Но Саранкулова возражает, что процесс следовало бы открыть хотя бы по той причине, что рейтинг доверия населения к судебной власти сейчас крайне низок. И вот в таких условиях, когда мы не доверяем никаким экспертизам, мы не доверяем судам, мы не доверяем следствию. Ну, в целом, не просто по делу Атамбаева. Когда мы в целом ничему этому не доверяем, следовало этот процесс просто открыть. Недавно в Бишкеке был установлен памятник Усенбеку Неизбекову. Как поделились с журналистами участники траурного мероприятия, друзья и родственники погибшего, вне зависимости от того, кого суд признает виновным в гибели близкого им человека, его убийцы давно известны. Это ряд безответственных политиков, считавших себя выше закона. Мой сын погиб от рук тех людей, из-за которых прогнила вся верхушка власти. Это коррупционеры. Погиб от рук того, кто шесть лет правил страной. Он всегда любил родину, и он до конца остался ей верен. Тот, кто шесть лет правил страной, несомненно виновен в гибели офицера спецназа, сказал в разговоре с корреспондентом Пятого Артур Медедбеков. Причина следственной связи убийства Усена Неизбекова явилось то, что бывший президент Атамбаев своими неправильными действиями, неповиновением к закону допустил вот такое кровавое событие. И он является одним из основных обвиняемых в деле убийства. Адвокаты Атамбаева и люди из круга его приближенных используют любой повод, чтобы обвинить власть в том, что процесс по делу их подопечного ведется с нарушениями закона. При этом они забывают, что экс-президент ни в грош не ставил этот закон, грубо попирая все юридические моральные нормы, что и привело в итоге к событиям 7-8 августа. Проигнорировав несколько приглашений от правоохранительных органов явиться на дачу показаний, бывший глава государства организовал яростное сопротивление силовикам с применением огнестрельного оружия и взятием заложников. В результате амбиции политика удовлетворены, но жертву его неповиновения уже не вернуть. Жертвами в нашем обществе становятся не только те, в кого стреляют, но и те, на кого не обращают внимания. В нашем обществе таковыми давно являются люди с ограниченными возможностями здоровья, для которых не создаются необходимые условия. Министерство труда и социального развития предложило на неделе упростить правила приема на работу таких граждан. Об этом наш корреспондент Андрей Токомбаев побеседовал с начальником управления Министерства Кулерой Куватовой. Кулера Идрисовна, вами подготовлен законопроект, который облегчит участие лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальной жизни нашего города и в системе управления Бишкеком. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом законопроекте. Кыргызстан в 2019 году ратифицировал конвенцию о правах инвалидов. Согласно этой конвенции, государственные участники берут все обязательства по предоставлению равноправия в трудоустройстве, в занятости, в других сферах именно лицам с инвалидностью. Поэтому нами было инициировано изменение в закон о государственной гражданской муниципальной службе, согласно которой в рамках 5-процентной квоты руководитель государственного органа имеет право при соответствии лица с инвалидностью к квалификационным требованиям, которые у него есть в вакансиях, принять на работу вне конкурса. Мы считаем, что здесь мы приводим в соответствие наши законодательные акты тем нормам, по которым наше государство взяло на себя обязательства. Также в этой конвенции у нас отдельно прописывается, что государство-участники должны поощрять и направлять все свои усилия на трудоустройство лица с инвалидностью и на найм именно на государственный сектор, не только частный сектор. В настоящее время у нас эта 5-процентная квота, она установлена у нас трудовым кодексом. Также согласно закону о правах и гарантиях лиц с инвалидностью органы содействия занятости совместно с РАЙГУ, с администрациями, органами местного самоуправления утверждают 5-процентную квоту. Но эта 5-процентная квота у нас в основном распространяется на частный сектор, где трудится не менее 20 человек. И данным законопроектом мы хотим, чтобы наши лица с инвалидностью имели доступ, трудоустроиться именно на государственную муниципальную службу. По статистике у нас представленность лица с инвалидностью очень маленькая. Если на государственной службе у нас всего 1% из всех работающих, то на муниципальной службе 2,3% составляет лица с инвалидностью. А служба в этом плане больше представлена? Да, она больше представлена, но там и категория муниципальных служащих, она и меньше 8300 чем-то. А на государственной службе у нас 15800 с лишним человек. Предусмотрены ли в законопроекте какие-то гарантии, которые могут обеспечить именно участие не менее 5% лиц с ограниченными возможностями здоровья? Мы в этом проекте вносим изменения именно в закон о государственной гражданской службе, статью 23, которая регулирует именно поступление на гос- и муниципальную службу. Гарантии такие, что в рамках существующей вакансии и в рамках этой квоты руководитель госоргана при соответствии к воле в требованиям он может принять на работу. Это та гарантия, которая, можно сказать, это специальная мера, которая направлена на недискриминацию наших лиц с инвалидностью. По уровню развития медиа, коммуникаций, других достижений техники позволит полноценно участвовать таким лицам с ограниченными возможностями здоровья именно в системе госуправления и муниципальной службы, на равных с лицами, с обычными гражданами. В законе о правах и гарантиях лиц с инвалидностью и в Трудовом кодексе Харьковской республики прописаны нормы, что при найме на работу лица с инвалидностью работодатель обязан создать все необходимые условия. То есть технически это возможно? Технически это работодатель обязан обеспечить ему все удобства. в части доступности, допустим, в части обустройства его рабочего места и так далее. Многие говорят о том, что Бишкек, как и многие города нашей страны, мало приспособлен вообще для жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья. Взять хотя бы те же самые пандусы в пешеходных переходах, на улицах. Как Вы считаете, если в системе муниципальной службы будет больше управленцев, которые являются сами лицами с ограниченными возможностями здоровья, и изменит ли это как-то к лучшему условия существования таких граждан? Мы, как я уже говорила, мы приняли эту конвенцию, и вообще основополагающим является то, что мы должны социализировать наших лиц с инвалидностью в обществе. И данным законопроектом мы хотим, чтобы наши лица с инвалидностью работали на госслужбе, соответственно, госслужба тоже должна будет создавать какие-то дополнительные условия выполнять. Поэтому мы думаем, что это такой первый посыл, который пойдет именно по обеспечению доступности лиц с инвалидностью ко всем инфраструктурам. Это независимо, это госучреждение или частная собственность, во все центры, во все здания. Что Вы можете пожелать управленцам, которые хотят и могут лица с ограниченными возможностями заступить в муниципальную службу и приступить к выполнению своей обязанности, ну и их коллегам? Во-первых, я думаю, что у наших лиц с инвалидностью очень такое большое желание пойти работать, обеспечить, не то что обеспечить себя, а показать, что они такие же полноценные люди, которые могут исполнять те же функции. И, конечно, работодатели, они тоже должны понимать, что лица с инвалидностью, они наравне с другими гражданами имеют все права и тоже право на труд и быть государственным служащим, исполнять определенные функции и быть полезным обществу и государству. Поэтому я думаю, что они будут только приветствовать и будут солидарны с нами. Хочется пожелать Вам успеха в реализации Вашего законопроекта. Огромное Вам спасибо за интересную беседу. Всего доброго. Вам спасибо за предоставленное время. В обществе, где нет однозначных здоровых ориентиров, происходит не только недостаток внимания, например, к людям с ограниченными возможностями, но и к другим, кто не кричит, не выходит на митинги, не качает свои права. Таковыми, к примеру, являются некурящие люди, которые страдают от того, что курит кто-то рядом. Сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. И в преддверии даты ВОЗ опубликовал данные, что табак убивает в мире более 8 миллионов человек в год. Это 22 тысячи человек в день. Из них более миллиона – это некурящие, но подвергающиеся воздействию табачного дыма. ВОЗ также призывает правительство остерегаться сотрудничества с табачными компаниями при разработке вакцины против коронавируса. Например, компания British American Tobacco заявила недавно, что она, возможно, сможет производить до 3 миллионов доз вакцины против COVID-19 в неделю. ВОЗ заявляет, что партнерство с табачной промышленностью подрывает доверие к правительствам в деле защиты здоровья своих граждан. А в Кыргызстане бизнесмены вдоль и поперек критикуют закон о защите здоровья граждан от последствий потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма или аэрозоля, который был принят 5 декабря в первом чтении. И никак не может добраться до чтения второго. Оказывается, он наносит сознательный ущерб предпринимателям, для которых материальная выгода много важнее здоровья населения, в том числе и детей, и подростков. Защитим детей и подростков от табака и табачного дыма, потому что сегодня 50% тех, кто начал курить в подростковом возрасте, не доживут до 70 лет. Примите законопроект, который прошел в первом чтении 5 декабря 2019 года. Мы не можем и даже не пытаемся защитить свое здоровье и даже просто самих себя. Поэтому бизнесмены останавливают принятие законов или привозят и продают праворульные авто. Поэтому денежные адвокаты Атамбаева завладели умами и сердцами людей. Конечно, операция по захвату Атамбаева в Койтаже была организована из рук вон плохо, но это не означает, что объект захвата был хоть в чем-то прав. Если водитель сбил на улице человека, а патрульная милиция при его задержании нарушила правила дорожного движения, это их нарушение никак не оправдывает действия водителя. А если водитель за рулем еще и не является владельцем автомобиля, это его вину усугубляет. Как усугубляет вину Атамбаева то, что он свою винтовку кому-то передал, если не стрелял сам. Среди некоторой части мужчин, пытающихся выдавать себя за мачо, распространена привычка иметь оружие. Причем не один экземпляр, а разного типа и калибра винтовки, ружья, пистолеты. Но даже безобидно висящее на стене ружье имеет обыкновение хоть раз в год стрелять. А когда человек еще и под это оружие строит себе в доме пуленепробиваемый бункер, то жертвы обязательно будут. И он сам уже назначает тем самым себя в преступники, хотя и хорохорится перед публикой. Это была еженедельная программа главной итоги. Юй Волья, Нарен Айр. Всего вам хорошего и до свидания.